Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня влог начинается вот с этой гуски. Запекаю ее. Сейчас попробую достать, посмотрим, что с ней. Вот она у меня запекается где-то 2 часа. Хочу сейчас, наверное, вскрою пакетик, хотя он уже, я смотрю, лопнул. И посмотрите, если она мягкая, в принципе, если готовая, если мясо не будет красным, то я ее, наверное, буду уже доставать. Вот эта гусочка молодая. Купили мы ее, когда ехали с Краснодара, в Дивном купили. Ой, уезжает. Судя по тому, как очень плотно входит нож, мне кажется... А он мне это аппетитом смотрит? Да, конечно, он ждет. Мне кажется, она еще не совсем готова. Нет, смотрите, там еще сыроватое мясо. Пускай еще немножко потомится на медленном огонечке. Вот, сейчас я вам покажу. Ну, так, значит, у нас будет на столе гуско. Так, сейчас. Стол будет семейный, потому что 40 лет, соответственно, не отмечаем. Вот. И давайте я вам покажу. Сейчас приехала с Пагнита из Пятерки. Хотела уже салат Оливье делать. Потом, думаю, покажу своим девчонкам. Смотрите. Так, вот заезжала в Пятерку, купила вот такие тарталетки Пекарь. Оригинальные. Ничего мне показались, они вкусные. Я уже один захомячила. И купила такие же, как до этого брала. Здесь, правда, тесто потоньше. И оно более, знаете, как сыпучее. Это все-таки не так разламывается, не рассыпается. Мне они, в принципе, понравились. Потом, это была Пятерка. И в Пятерке взяла, смотрите, икра лососевая, зернистая. Написано Камчатка. Так разглядывала ее, она мелкая, похожая на нерку. Но не написано, какой это будет у нас рыба. Просто икра лососевая. И там далее состав ешки, конечно, есть. Не люблю я ику, где много ешек. Но вот, взяла попробовать. Смотрите. Среднего размера, получается, у нее вот эти икринки. Но мне кажется, больше на нерку похоже. И на нее сейчас в Пятерке акция. В чем показываю? Она мне обошлась 590. А стоила она у них 799 рублей. То есть, с ценами по сравнению в магните. Вот я была в большом магните. По сравнению с магнитом, цены здесь, конечно же, намного дешевле. А сколько здесь грамм? Давайте глянем. Быстрым образом получится. Мне кажется, где-то грамм 300, да? А, 230 грамм. 230 грамм. И в магните я уже, смотрите, взяла икру лососевую. Зернистая. Смотрите, она здесь такие большие. У нее икринки. И здесь получается 200 грамм. 200 грамм. Вот. И я ее, знаете, за сколько взяла эту 200 грамм? Вот. А потом уже в Пятерку заехала, увидела в Пятерочке. Думаю, елки-пал. Икра киты. Икра киты лососевая. 699 рублей. 200 грамм. Она мне вышла. И то, знаете, почему? Так. Ну, 1460. Так. Так. Давайте я посмотрю, почему. Нет. Она была дороже. Ну, у меня здесь 25% скидки сыграли. А вот скидка 190 рублей. А. Ну, в принципе, значит, 699 рублей. Короче говоря, вот эта баночка у меня, киты, 699 рублей. Вот эта 590. Это, значит, у нас Пятерка. Буду делать сегодня большие и маленькие тарталетки. Потом на тарталетке еще на стол взяла форель. Слабосоленая. Своя рыбка. Девчонки, отличная. Вкуснейшая. Лучшего качества. Знаете, почему? Потому что здесь нет никаких ешек. Всегда беру только ее. Не послевкусие нету. Не жжет потом после нее ничего. Очень вкусно. Форель и соль. Вкуснейшая. Для тарталеток то, что надо. Она была 200. Так. Это буженина. Вот своя рыбка у нас обошлась. 171. А. Вот ее начальная цена. Точно. Это уже, видите, скидочные. 229 получается. Своя рыбка. Да, она была. И икра. А, ну икра так и есть по скидке. 619. Потом взяла их в пушинину. Вот эту запеченную вкусную. Достаточно. Которую, я так поняла. А, нет. Дубки. Я думала, это они делают вкусные. Мы до этого брали на стол. Ну, вот колбаску сейчас буду салат делать. Это на тарталетке. И сыр для нарезки на стол. Ну, в принципе, остальное все у меня есть. Сейчас делаю я три салата. Один оливье, один с говятиной, один сделаю с сайрой. Будет у нас гуска, нарезка и тарталетки. В принципе, все. Потому что будут только родные, гостей не будет. Поэтому, мне кажется, хватит. Приступаю к работе. Ребята, наконец-то я закончила это приготовление. Смотрите, покажу вам наш такой скромненький стол. День рождения у мужа. 40 лет. Будем сидеть только одни родные. Поэтому, смотрите, рассказываю. Здесь у меня тарталетки, которые у меня есть на канале. Я делала обычно тарталетки, творожный сыр. Купила, которая сегодня, значит, красная икра кита, по-моему, была. Да. И огурчик. Значит, одна тарелочка такая. Закуска тарталетки. Потом стандартный наш оливье. Потом здесь запеченные свинины. Это ребрышки с чесноком. И в соусе масло и горчицы. Ну и перчик, соответственно, черный. Потом следующий салат у нас идет. Это уже идет с консервы. Здесь у меня сайра. Здесь у меня яйцо нарезанное кубиками. Потом, что вспоминаю, сыр натертый и зеленый лук. Ну и, соответственно, майонез. И поперчила. Достаточно соленый, солить не надо. Потом вузка запеченная. Мы ее, конечно, разделаем. Сейчас муж уже придет и будет ее разделать. Пока на стол ее положила. Ну, так, чтобы было наглядно видно. И здесь, значит, у нас салат с мясом говядины. Значит, говядина, горошек, яйцо, грибы в вешенке у меня маринованные, соленые, огурец и лук белый. И сыр я еще сюда натерла. Короче, сборная солянка. Получается обалденно вкусный. Он и сытный, и вкусный. Ну и как бы для разнообразия. Картошки здесь нет. Дальше у меня и будет овощная нарезка. Сейчас еще муж свежий привезет. Это то, что было, то, что она наглядно положила сюда на стол. Потом обычная нарезка. Здесь у нас сыр и буженина запеченная. Это опять у нас идет оливье традиционное. И потом получаются вот такие тарталетки. Такие же, как я показывала вам до этого. И большие. Здесь у меня сыр. Красная рыба. Это форель тоже, которую покупала. Такая вот она натуральная. И получается огурчик. Но, в принципе, пока все. Сейчас будут еще напитки. И будет детский стол. Ребята, ну у меня на этой неделе какой-то дурдом происходит. Это буквально в смысле слова. Снимать это вообще некогда. Вообще, думаю, подключусь, хоть с вами поболтаю. Вчера день был, день фильмов ужасов каких-то. Я, получается же, в родительском комитете в двух школах. То есть у Егора и у Софии. Вчера ездили покупать, ну как старшим классом хотим пиццу, соки, мандарины, украшения. Учителю там небольшие презенты. И вот это вот вчера бегали. С одной группой я бегала к мамочек комитета. Вместе с ними покупала еще куча продуктов для школы Егора. Я говорю, я вчера приехала. Потом вчера мы еще поехали с мужем, купили телевизор. Подарили на Новый год родителям моим телевизор. Вот, и пока его забрали, привезли. В общем, день вчера был, я вам говорю, сумасшедший. У меня бедные мои жители моей семьи, они питаются, знаете, таким дежурным этим, дежурной едой. Макароны, сосиски вчера были. Это вечером папа наш, ну муж мой, взял баранина, нарезал, нажарил себе с луком. Вот, ничего не успеваю. Сегодня я заложила туда запекаться. Кстати, сейчас гляну. Запекаться голень и картошку вместе. Сейчас сидела, у меня 12 часов, пол первого я только завтракала. Сижу, завтракаю и слышу такой взрыв, ба-бах, такой взрыв. Я аж испугалась, это рука взорвалась, запекается. И параллельно варю суп, рассольник хочу сделать. Но это только я буду его делать с рисом, а не с перловкой. Потому что у меня, во-первых, ее нет и с ней возиться долго. Короче говоря, у меня первый-вторый этаж стоит вообще, вообще в улете. Я говорю, так мы закакались. Сейчас говорю, не буду убирать. Я уже что не дождусь этих праздников, чтобы София стала посвободнее. Чтобы у нее не было, закончилась эта художка, этот английский, эта учеба бесконечная. Чтобы немножко она мне помогала. Есть такие моменты, которые нужно прям прогенералить. Так что у меня сегодня день у Бога, потому что завтра, получается, 25-го, елку у Софии. Завтра я буду занята. С обеда, с утра до обеда я буду заниматься с Егором, потому что у него школа с обеда. Уроки учить и все такое. Там у меня еще глажки. Сейчас София придет, хочу попросить хотя бы погладить. Если будет у нее возможность учить на завтра. Уже заканчивается год-четверть, а учитель каждый день задает по столько листов, что это вообще. И мысль потеряла свою. А, ну вот у Софии завтра елка. То есть, получается, до обеда я с Егором провожусь, а потом нужно попросили ехать, помогать же устраивать им, стол там накрывать. Ну, они дети-то, конечно, большие. Все это помогут, но все равно попросили родителей присмотреть за этой вечеринкой, которая у них будет. Лицей все-таки там одни взрослые. Вот, поэтому, получается, завтра у меня тоже день вообще будет на разрыв. Четверг у меня, получается, свободный. В пятницу иду опять к Егору. Ну, в четверг в каком плане свободный? В четверг вечера мне надо идти в школу после пяти и наряжать елку для Егора. В классе же будет елка. Я и еще одна мамочка, потому что остальным никому ничего не надо. Одна мамочка привезет елку такую повыше, наверное, может, метр на пятьдесят, я не знаю. Метр пятьдесят, наверное. Вот, я принесу гирлянды и игрушки, будем украшать. А что делать? Все отмалчиваются, всех работают, никто не хочет. И я говорю, а в пятницу уже будет как раз у него елка, потом надо на ней побыть, все это опять разобрать, собрать игрушки, все это же гирлянды, все собрать, домой привезти. Ее не поверите, мы еще елку не ставили. Мы елку не ставили, хотели вчера, но вот так получилось. Еще и было вчера на день рождения, что уходил к мальчику. Мы его в шесть часов отвезли, и было до девяти часов. Получается, в это время, вот мы кушать тут готовили, немножко я прибрала, перестирала, потом его разобрали, начали уроки учить. Я вам говорю, я жду не дождусь, когда закончится эта неделя. У меня первый раз вот в этом году такой дурдом происходит. Прям дурдом. В пятницу, получается, я дашь продукты, а какие продукты мы вообще ничего не закупали? Абсолютно ничего еще не закупали. У меня там стоит эта красная икра, которую я покупала, и все. И тарталетки, вот, и больше ничего. Ну и гусь, которые когда мы ехали из Краснодара, купили гуску. А гуся, гуску, вот, и все. Больше ничего из продуктов даже нет. Вообще, зашиваюсь, не то слово. Не пойму, почему так все на одно накладывается у меня, как-то в этом году сложновато. Короче, поделилась с вами своей катастрофой. Вот теперь стою, сейчас буду картошку чистить, ну, чтоб суд доварить. И пойдем вместе убирать. Я не знаю, буду показывать или нет, может, буду моменты какие-то включать, потому что это пыль заросла на первом этаже. Пыль заросла, я смотрю, у меня на кровати пыль. Такого вообще никогда не было. Вот это и вот, как она называется, верхние перила. Сейчас головы вылетела. Как же она называется? Короче говоря, девчонки, я заросла пылью. Мне надо это катастрофически все исправлять. Вот. Какой-то упадок сил сегодня. И когда вот у меня накладывается, не знаю, у вас так бывает или нет, у меня когда накладываются одни дела нерешенные на другие, мне еще нужна пенсионка, у меня уже еще по работе куча там дел надо доделать. Это вообще, вот сейчас я только это вспомнила, вспоминаю, забываю, вспоминаю, забываю. Когда накладываются одни нерешенные дела на другие, у меня прямо такое паническое состояние, какой-то, знаете, синдром того, что я что-то не успеваю, я что-то не сделаю, и начинается, я сама себя начинаю вот этим вот заводить, и получается в итоге, вот пока я все не сделаю, я буду в таком повешенном состоянии. Вот, так что давайте сейчас я замую эту тарелку у меня после моего завтрака. Начищу картошку, закину уже картошку туда. Ну вот, зажарочку сделаем, огурцы соленые. Так что, считай, позавчера у мужа день рождения было, тоже же готовила. Ну, и этот, ну, подустала. Родители не напрягают, в принципе, все равно они же и на омерение не пришли. Вот там были еще пара-тройка друзей. Сильно не стали отмечать, потому что дата такая не отмечаешь. Ну, самые близкие друзья, которые не забывают, приходят, они, конечно, были. Вот, поэтому, я же говорю, у нас вот, начиная с 20 чисел декабря, вот, какой-то ажиотаж, дурдом вообще, в распердак происходит. И поэтому, наверное, у нас и получается, что у нас елка всегда становится 28. Да, наверное, она так и будет. Мы хотели сегодня, вообще планируем, муж прийти вечером, и сегодня мы пытаемся ее собрать. Она лежать-то мы уже сами будем. Вот, ну, не знаю, у меня такое ощущение, что все это до 28-го опять и отложится. Ребята, ну, у меня уборка идет полным ходом. Вы это уже, наверное, видите. А почему подключилась, решила вам показать именно здесь. Смотрите, начала мыть полы и обнаружила, что... Вот, моя швабра-то порвалась, вернее, насадка у нее, тряпочка эта, начала рваться вот с этого бока, понимаете. И теперь нет у него скрепления относительно пластмассовой основы. И когда я в этом своем контейнере в ветре его начинаю, значит, выжимать или мочить, эта часть у нее просто... сейчас как неудобно. Короче, я ее полощу, а вот эта часть загибается. Ну, не работать. Перестала работать, короче говоря, полноценно швабра. Вот, и получается, мой я тебе основные два этажа буду мыть руками, ничего страшного, вспомним молодость. А вот под кроватью буду шваброй. Ну, ничего, зато получается у меня хорошо. Плинтуса все вымываю, уже давно этим не занималась, как раз вычищаю. И хорошо еще то... сейчас подключусь, девочки. И что еще хорошо, получается, София мне помогает. Сегодня у нее есть свободные минутки. Сварила я рассольник, картошку запекла с голенью. И вот сегодня будем целый день во сне наяривать. Сейчас я здесь из полы помою и потом займусь тем, что протрую здесь пыль. Если сегодня освободится, то она мне поможет и пыль здесь протереть. Вот. Сейчас уже четвертый час, а у меня еще это, это девчонки, как обычно, еще и второе. Но я чувствую, что сегодня буду заежиной, но надо это сделать перед Новым годом, потому что терпеть уже некогда. Кстати, заказала эту насадку на сайте. 180 рублей, одна стоит штучка. Не знаю, такая или не такая, но мне надо. Я листая швабра никак, мне очень тяжело двоэтажа получается вымывать. Вот сейчас и придет он в заказ, наверное, я так подозреваю, уже после Нового года. Ну, будем вспоминать добрые старые времена, когда делали все руками. Так что все хорошо в этой швабре Триумф. Все мне нравится. Ей удобно, она маневренная. Она удобная, она хорошо моет, она хорошо вымывает все углы, все такие места заковыристые. Но единственное, вот насадки, это уже вторая, кстати, с лета, с июня, да, когда я ездила, с июня, это вторая насадка, которая у меня порвалась и, кстати, рвется в одном и том же месте. То есть, получается, надо на отзыв, наверное, на официальный сайт им написать, что недостаток, это то, что насадки эти из ткани рвутся, им надо что-то придумывать, что-то придумывать новое. Либо материал как-то прошивать другой, либо его не прошивать, а как-то, не знаю, приклеивать, но суть в том, что рвется насадка. Афоня вроде успокоился, пока швабру не трогаю, он добрый. Как только швабру начинают трогать, все, у нас нервы. Ладно, девчонки, пойду ее убирать, не буду вам показывать, потому что я убираю без перчаток. И даже это бесполезно, потому что я их надеваю, но они мне потом все равно какие-то полные флоды. Мне с ними вообще неудобно. Поэтому бедные мои руки, конечно, их жалко, но я буду без перчаток. По крайней мере, полы буду мыть точно без перчаток. Все, отключаюсь, начинаю работать.